Доброе утро, уважаемые коллеги. Наталья Владимировна, я значительно облегчила задачу, потому что действительно еще раз подчеркнула, что современное лекарственное лечение меланомы, это действительно в первую очередь решение вопроса о том, можно ли этому пациенту назначить именно иммунотерапию. Потому что пока это является таким преимущественным видом лечения. И в принципе, наверное, голосование в этом докладе не предусматривается. Я просто, наверное, обобщу те данные, которые имеются, чтобы еще раз отложилось более четко место иммунотерапии в лекарственном лечении меланомы. Начнем с монотерапии ингибиторами БД-1, уже не будем говорить о старом добром эпилюмабе. И вот эти данные о пятилетней выживаемости, которые имеются уже на сегодняшнее время, еще раз позволяют говорить о том, что при достижении эффекта выживаемость пациента выходит на плато. То есть если пациент переживает трехлетний рубеж, то через 4 года, через 5 лет шансы его погибнуть практически равны нулю. Он является практически излеченным пациентом. То же самое и для пембролизумаба. В этом году представлены данные о пятилетней выживаемости. Мы видим, что пациенты, которые ранее не получали лечения, то есть первые линии, получающие монотерапию пембролизумабом, живут на протяжении 5 лет 40% пациентов. Безусловно, это весьма-весьма убедительно. Причем без прогрессирования треть пациентов переживает тот же пятилетний рубеж. Очень значительные показатели. И, конечно же, вероятность достижения объективных ответов повышается, напрашивается и биологией опухоли, и нашими представлениями о самом опухолевом процессе. Чем меньше опухолевый объем, в частности здесь граница до 5 сантиметров, и наличие экспрессии PD-L1, тем выше чисто объективных ответов. Мы видим, что в этой популяции пациентов, наиболее благоприятных, безусловно, с наименьшей опухолевой нагрузкой и с экспрессией PD-L1, эффективность монотерапии пембролизумаба достигает практически 70%, при этом 43% полных регрессов. А полные регрессы, мы прекрасно понимаем, это прямая корреляция с выживаемостью пациента. Если мы достигли полный ответ на терапию, в частности с пембролизумабом, то мы видим, что это время после окончания, вернее, после достижения полного регресса, пациенты 4 года с полным регрессом, практически 80% пациентов переживают этот срок. Безусловно, это весьма-весьма убедительно. Исследования Кинот 0.6, дизайн его просто для того, чтобы вспомнить, сейчас представляются данные уже пятилетней выживаемости, в сравнении пембролизумаба с эпилемумабом. И те же самые данные. Если мы достигли полного ответа или частичного ответа, то до 85% больных живут в течение двух лет после завершения двухгодичного лечения. То есть пациенты уже провели курс терапии, и практически все они, 8 пациентов из 10, без признаков прогрессирования, проживают следующие 2 года, и думаю, что действительно эти кривые будут продолжаться и дальше. Ну и эффективность пембролизумаба, общие полные частичные регрессы, мы видим здесь 42%. И в принципе те же самые данные мы знаем и для неполумаба, то есть высокая эффективность даже в монотерапии. И вот здесь выживаемость, представлены опять же данные этого года, данные уже пятилетней выживаемости. Мы видим, что треть пациентов также переживает этот рубеж, и практически риски их гибели от основного заболевания, они практически отсутствуют. Для неволумаба те же самые медианы общей выживаемости, как и для пембролизумаба, составляют примерно 3 года, то есть половина пациентов 3 года живут. И эффективность для неволумаба тоже 44% по данным таких общих рандомизированных исследований, вообще не рандомизированных исследований, и при этом высокая частота полных регрессов. То есть каждый пятый пациент имеет и достижение полного ответа. И та же самая корреляция сроки жизни пациента зависит от достижения полного регресса. Видим, что при его достижении пациенты живут без признаков прогрессирования и, в принципе, с хорошим, безусловно, качеством жизни. Таким образом, мы можем говорить, что монотерапия неволумабом, пембролизумабом, это безусловный метод выбора первой линии терапии, поскольку и высокая частота объективных ответов, превышающая 40%, и медиана выживаемости без прогрессирования не меньше 6 месяцев, это подтверждает эффективность данной терапии. И, конечно же, комбинация неволумаба и пилюмаба, безусловно, те данные, которые уже неоднократно представлялись, и данные более зрелые, более поздние, говорят о том, что эта комбинация обладает еще большей эффективностью. Пятилетняя выживаемость без прогрессирования составляет 36%, общая частота ответов комбинации достигает 60%, при этом также полная регресса, практически 20-22% больных. Выживаемость пятилетняя общая, при пятилетнем наблюдении она даже не достигла своей медианы. То есть, безусловно, эффективность комбинации в плане повышения сроков жизни пациента она выше, чем монотерапия. Разумеется, мы знаем, что токсичность комбинированного лечения очень высока, практически все пациенты имеют токсичность, более половины пациентов токсичны в 3-4 степени, у третьих пациентов это основание для прекращения терапии, поэтому, безусловно, как раз к вопросу о том, можно ли и безопасно ли выполнять такие режимы в удаленных местах, без такой возможности неотложной помощи, конечно, весьма-весьма дискутабельные. То есть, токсичность режимов, она никем не оспаривается. И в заключение я еще раз приведу данные рекомендации НССН, где специально оговаривается, что комбинация препаратов используется только у социально адаптированных пациентов, при возможности экстренной помощи и так далее. То есть, это далеко не безопасное, высокоэффективное лечение, но далеко не безопасное. И в то же время мы помним, что если мы вынуждены прервать лечение пациента из-за токсичности, то мы не потеряем эффект, поскольку особенности работы иммунной системы, они таковы, что если она уже включается в активный противоопухолевый процесс, то потери эффекта даже после прекращения лечения не происходит. И, безусловно, преимущество комбинированной терапии в длительности сохранения эффекта. Мы видим данные, представленные в прошлом году, и данные уже пятилетнего наблюдения. Вот фиолетовые сегменты, это сегмент, в принципе, даже через 5 лет он уже даже еще стал больше. 82% пациентов, получавших комбинацию эпилюмаба и неволумаба, не нуждаются в последующем лечении через 5 лет. То есть, в принципе, эти пациенты получили эффект первой лекции терапии, и на протяжении 5 лет у них нет признаков прогрессирования, они не нуждаются в каком-либо последующем лечении. И, таким образом, комбинация препарата – это безусловный выигрыш в чистоте объективных ответов, достигающей практически 60%, и принципиально уже, конечно, воздействие влияния на выживаемость беспрогрессирования, практически достигающие года. То есть, конечно же, комбинированная терапия, она, безусловно, более эффективна, чем монотерапия. Ну, тоже этот вопрос, о котором мы постоянно обсуждают, и который уже, наверное, не вызывает уже особых сомнений, просто больше для подтверждения о том, зависит ли или не зависит эффективность иммунных препаратов, ингибиторов иммунных точек от тех или других параметров. Конечно же, зависимость есть, но еще раз подчеркну, что она не является такой основополагающей в принятии нашего решения. Какова бы ни была экспрессия уровня ПДЛ-1, мы в любом случае назначаем иммунотерапию, хотя при повышенной экспрессии эффективность и комбинированной терапии, и иммунотерапии выше. И, в принципе, такие обобщенные данные о выборе этих предикторов достижения полного ответа, предикторов, предиктивных факторов, они, конечно же, существуют и, в принципе, уже также общеизвестны. Просто напомню, уровень ЛДГ, о котором тоже Наталья Владимировна уже говорила, наличие или отсутствие предшествующей терапии, брав имя конгибиторами, желательно, чтобы ее не было, поскольку это более благоприятный признак, как он здесь отмечен, и локализация метастазов. Также поражение печени – это все-таки более неблагоприятный фактор. Если поражаются легкие лимфатические узлы, это как раз-таки те локализации, которые условно более безопасны и все-таки склоняют нас в большей степени в пользу назначения иммунотерапии. И вот здесь как раз те данные, которые подтверждают, что если мы используем брав имя конгибиторы у пациента, имеющую мутацию БИРАФ в первой линии, кривые выживаемости, мы видим, и если мы их назначаем во второй линии после иммунотерапии, то та же самая кривая. То есть, в принципе, Тарганда Зимина об этом говорила, что пациенты, получающие ингибиторы БРАФ и МЕК во второй линии после отсутствия эффекта иммунотерапии, ни в коем мере не теряют возможность реализации своего эффекта. То есть мы совершенно спокойно и безопасно можем отложить у безсимптомных пациентов решение вопроса о назначении таргетной терапии на вторую и, может быть, последующей даже линии. Вот здесь данные для неволумаба, пилиумаба и их комбинации, тоже пятилетние данные. Также видим, что если мутация в гений БИРАФ есть, то эффективность иммунотерапии даже выше. Поэтому еще раз подчеркну, что наличие этой мутации это не основополагающий фактор для выбора того или другого типа лекарственной терапии. И вот эти данные об общей выживаемости, основная наша цель, безусловно, это общая выживаемость, все-таки именно использование ингибиторов и мутации контроля принципиально приводит к повышению показателей выживаемости по сравнению с таргетной терапией. Клевые уже через год расходятся. Поэтому это тот аргумент, который, наверное, бесспорный. Как раз таки данные работы, которые подтверждают, что при наличии бессимптомных метастазов в головном мозге, вернее, при наличии бессимптомных метастазов, так же, как и при внецеребральном поражении, иммунные препараты работают, в принципе, сходные клевые выживаемости. То есть даже при наличии поражения головного мозга без каких-либо невологических симптомов мы также можем назначать иммуно-онкологические препараты. Могут они быть и терапией отчаяния. Если мы проводим монотерапию ингибиторами PD-1, видим прогрессирование. Что в этой ситуации назначить? В принципе, также по частным основаниям этой работы, да и по мнению большинства авторов, все-таки нужно к монотерапии ингибиторами PD-1 добавлять эпилюмам, то есть переходить на комбинированную терапию. Поскольку она все-таки из всех последующих вариантов лечения и назначения таргетных препаратов, и химиотерапии, или чего бы то ни было, все-таки она приводит к увеличению общей выживаемости. Поэтому возможности монотерапии следует реализовать при отсутствии противопоказаний, конечно же, при сохранном состоянии пациента, реализовывать, стараться и во второй линии после неэффективности ингибиторов PD-1. И если мы говорим о метанализе всех исследований на сегодняшний момент, практически 30 тысяч пациентов, большое количество анатомизированных исследований, то, конечно же, монотерапия антипедиодин – это наибольшее, наиболее, скажем так, благоприятное сочетание пользы и рисков. Мы видим, что высокая степень эффекта и безопасность препаратов она, безусловно, есть. Если мы говорим о комбинированной терапии, то высокая эффективность, да, конечно, но в том числе и высокая степень токсичности. Поэтому это режим, который должен использоваться в опытных руках, скажем так. И говоря об рекомендациях современных, это рекомендация НССН, предпочтительный режим – это все-таки монотерапия антипедиодин, неволумаб или пембролизумаб. И если мы говорим о комбинации неволумаба и пилюмаба, то специально есть сноска о том, что пациент, во-первых, должен быть информирован о крайне высоком риске осложнений, должна быть социальная адаптация пациента и возможность адекватного самодействия с персоналом для экстренной коррекции неотложных явлений. Должно быть, безусловно, отсутствие иммунного заболевания и выраженной сопутствующей патологии. И один из факторов – это отсутствие или низкий уровень экспрессии PD-L1. То есть, в принципе, совокупность хотя бы нескольких этих факторов – это основания для выбора комбинированного режима. То есть должны быть веские причины. Не каждому больному, больному с малой опухолевой нагрузкой, конечно же, лучше начинать с более безопасного и достаточно эффективного монотерапии гибитором PD-1. Все эти препараты уже, конечно же, есть и в наших российских рекомендациях, рекомендации АОР в частности, и монотерапия, и комбинированная терапия. Поэтому мы имеем все основания и лидические, и наизминские их назначать. Ну и здесь такой оптимистичный слайд, который все всегда любят, о повышении показателя выживаемости. Мы видим, что самый верхний слайд комбинации пилюмаба-неболумаба как раз таки здесь еще даже медиана общей выживаемости через 5 лет она еще не достигнута. То есть, безусловно, на настоящий момент наиболее эффективный вид лекарственной терапии. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok